запилю-ка я обзор на велосипед стелс навигатор 900 значит ну понятно что здесь у нас трещотка здесь на велосипеда всего месяц у него полностью разбита задняя втулка и ничего тут не поможешь только надо менять втулку на втулку под кассету дальше вот это качество сборки вынос кверх ногами ручки вот так вот вверх пробила ручку вытекла полностью жидкость гидравлическая на велосипеду месяц рубашки тросики у нас проведены знаменито так вот все болтается так вот у нас закреплена гидролиния передний втулка хрустит переднему тормозу вероятно скоро тоже будет фигово что вот так вот у нас увидите гидролиния закреплена вилочки хана велосипедом месяца он почти не катался сиденье закреплено оригинальным способом ну понятно что передний переключатель весь люфтит весь болтается ему тоже плохо так что бюджет ремонта так сказать то есть нулевое техническое обслуживание велосипеда стелс 900 стоимостью 20000 рублей вот стоимость обслуживания этого велосипеда у нас составляет 11200 то есть новый велик чтобы он поехал в него надо вложить 11200 рублей при этом у нас останутся старые переключатели у нас останется старая вот такая вилка которая всего месяц но их она вот такие вот потертости вот не знаю зачем но вот клиент хочет в этот велосипед вложить 11200 а покупал он его за 20000 в то же время за 20000 на данный момент можно да не месяц назад а вот сейчас можно купить велосипед стелс 745 или стелс 920 которых будет обе втулки на промах задняя втулка будет не под трещотку под кассету трещотку это два подшипника кассета это будет 4 подшипника он будет на алюминиевой раме он будет на механических тормозах которые не требуют обслуживания регулярного и точно также хорошо работают точно также хорошо тормозят вот такие вот новости про этот велосипед то есть рекомендовать я стелс 900 и не могу потому что на 29 колесах и под большого человека соответственно у него будет всегда проблема с задней втулкой всегда будет гнуться ось всегда будут люфты всегда будет все это разбиваться ну и плюс он сам по себе тяжелый потому что он стальная рама ну и если вы видите гидравлические тормоза комбинированные с монеткой то есть когда у вас гидравлический тормоз встроен в монетку переключения передач такой лучше не брать ну шимана там может быть послужит пару лет а вот если всякие такие названия непонятные то есть не шимана а все что угодно кроме шимана такой велосипед я рекомендовать к покупке не могу потому что видите протекает гидравлика ну практически сразу вот на новом велосипеде так что все будем ремонтировать но бюджет составляет ремонта больше половины стоимости нового велосипеда не знаю зачем но клиент так захотел чё еще по недостаткам пока все наверное то что еще петух интегрированы да то есть любое падение сгибается сама рама и придется раму править штуны тонюсенькие то есть человек тяжелый высокий что мы очень тонкие стальные тоже может соответственно погнуться педальки еле-еле крутится пластмасса и тоже могут сломаться то есть ручки те же самые белые ручки это недостаток да потому что они будут пачкаться хотя видите велосипедом месте не сильно испачканы на нем практически не катались руль узковат для вот такой большой ростовки велосипедом человек почти метра девяносто уль руль достаточно узковат меньше чем по ширине плеч до замок подсидельного штыря будет ненадежный будет сгибаться возможно лопнет когда-нибудь ну вилка конечно вот ни о чем так что такие недостатки порекомендовать к покупке такой велосипед в большой ростовки я не могу если бы он был маленький какой-нибудь там 15 рама на 29 колесах это будет конечно смешно вот в общем лучше взять 745 или 920 или 930 стелс или что-то еще повыше тем более разница в цене там вообще копеечная на данный момент конечно